Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 2 сентября, как я уже сказала, что у меня в этом году много новинок, но большинство новинок из-за того, что у меня случился форс-мажор, собака заболела, большинство у меня промелькнуло без всяких описаний и дегустаций, потому что было не до этого. Но сейчас какие остались, особенно новинки, я постараюсь вам описать. Вот перед этим я рассказывала про новинку номер 702, поцелуй герани. Это черри, томаты черри, но томаты черри детерминатные, очень многодетные, американский сорт. Сейчас я хочу вам рассказать о сибирском сорте. В отличие от поцелуя герани, это наш местный простенький, без претензий. И в конце вот этого видео, я сейчас о нем даже много говорить не буду, и в конце этого видео, я прицеплю видео, которое я сняла еще в мае, когда я начала его сеять, и когда я его начала сеять для выращивания, ну вот рассаду, ну называла, вот посеяла такой-то, такой-то сибирский, гроздевой, и мне сказали, что, одна зрительница сказала, он невкусный, суховатый. И я там подробно объяснила, что мы высаживаем томаты разных назначений для разных целей. Ясно, что если вам нужен мясистый, сахаристый для салатов, мы вот такой будем выращивать. Сейчас дойдем до нее, хурма МК. А этот томат, он совсем для других целей, и я сейчас вам покажу пачку. И для меня очень важно, что томат вырос точно такой же, его сортовое соответствие полностью, я подтверждаю, что это именно сибирский гроздевой, именно вот такой вот он. Для меня первый год важно, что он получается такой, какой он есть. И я специально выбирала такой сорт, но не только этот, а еще новосибирский засолочный, там засолочное чудо, хотела увеличить количество сортов, которые можно укладывать на хранение. Скажу сразу, что это сорт, это не гибрид, его можно вот от родителей взять семена и посеять. И еще этот сорт не коллекционный, и его можно купить в магазине. Вот я заказывала на сайте семена почтой, этот вот пачка, первый вот раз я развела пачкой сибирский сад, а на будущий год я буду делать со своих семян, со своих семян у меня будут показатели еще лучше. Сейчас прочитаем, что говорит производитель. Гроздевое созревание плодоносит до снега, консервация, вяленье и сушение. Вот для чего мы высаживаем такие сорта. И так же, как сорта черри, вот эти сорта, которые я для хранения, для консервации, я рано никогда не сею. Я сею их всегда во вторую или даже в последнюю очередь, чтобы снимать их осенью, потому что если мы высадим его в ранние сроки, для хранения он у нас уже не подойдет, потому что он весь отплодоносит, отдаст свой урожай, и в подвал укладывать, хранить нам будет нечего. Ну и консервацией обычно занимаемся осенью. Я сейчас быстро вам пройдусь по описанию. Но когда люди пишут, что зачем вы читаете на пачках, мы сами можем прочитать. Для того, чтобы самим прочитать на пачке, это надо ее купить. А я хочу предварительно людей ознакомить, стоит ли вам покупать этот сорт. Ну, во-первых, это написано, что новинка 2017 года, значит, он еще не сильно распространен. И мы читаем. Замечательный раннеспелый сорт засолочно-консервного направления. Вот поэтому он, я вот его взяла в руки, ну, любую сейчас возьму, он прям тверденький. Он нам и нужен такой, он нужен, чтобы он держал форму, чтобы он не вытекало из него ничего, чтобы он в консервации сохранился, когда мы будем доставать именно такой, какой он есть. Еще хочу отступление сделать небольшое, когда у меня спрашивают. Какие сорта, вот, чтобы не лопались, ну, для консервации все. Вы понимаете, конечно, мы выбираем лучше вот консервного направления, но дело в том, что мы еще и сами должны, как сказать, от наших действий тоже зависит, лопнет наш томат или нет. Это же зависит от того, как мы или стерилизацию делаем, или мы тройную заливку, или мы протыкаем вот здесь вот у плодоножки зубочисткой, там, или какой-то палочкой, спичкой дырочку, чтобы не лопалось, или мы сильно резко ошпариваем прям, и они их все разлом. Это, короче, зависит еще и от температуры, при какой мы все это готовим. Но вообще, конечно, томаты, которые не лопаются, это именно те, которые консервного направления. И еще, где написано, что большое содержание сухих веществ, это значит, там мало сока, а много вот этого вот такого плотного мяса. Он не будет вытекать, и даже если он полежит год или два, когда вы будете доставать, он не расплывется вот таким кляксой, пятном на тарелочке. Выбирать для консервирования тоже нужно очень внимательно. Тогда у нас будут успешные заготовки. Так, закончили консервного назначения. По скороплодности, урожайности и качеству плодов этот сибирский сорт достойный конкурент лучшим зарубежным и отечественным гибридам. Но вот смотрите, опять тут про скороплодность. Я, когда высаживала этот томат и высевала, мне не нужно было его получить очень быстро, поэтому на видео в конце моего рассказа вы увидите, что у меня в теплице уже буйно росли томаты, а я его на завалинке высаживала так же, как утренеет, например, там, ну на маленьких, на крошечных завалинках, но я его высаживала не в первую очередь, а наоборот в последнюю, когда все уже в огороде почти у меня было высажено. Для чего я это делала? Для того, чтобы именно он для хранения и для консервирования. Так, хорошо приспособлен к тяжелым климатическим условиям северных регионов, дружно созревает целыми гроздьями. Вот то, что он к северным условиям приспособлен в этом году, я, конечно, не смогла проверить, потому что у нас было лето теплое и жаркое, мы уже устали от жары, уже пятый месяц жара. Но то, что он созревает дружно, да. Это детерминатный куст высотой 90 см, часто, через лист, формирует до 5 мощных кистей, обильно нагруженных красными плодами 100-150 грамм. Как на подбор ровные, гладкие, вытянутые перцевидные томаты длиной 10 см с суперпрочной кожицей. Вот когда вопросы задают, какие кожицы не лопаются, вот если указано, что у него кожица такая прочная, конечно, она не лопнет и толстой, плотной мякотью. Вот этот сорт и есть. Почему я его выбрала? Потому что он по всем показателям у нас подходит и для консервирования, и для длительного хранения. Суперпрочная кожица именно спасает томат при длительном хранении от высыхания, от каких-то там вытеканий, подгниваний. Хранится дольше всего. Подходит для красивой, качественной консервации. Вот видите, я тут даже выделила, еще весной, когда говорила, благодаря высокому содержанию сухих веществ, нарезанные аккуратными кольцами плоды, прекрасно вялятся и сушатся для создания зимних кулинарных шедевров. У меня-то теперь, я же вот эти вяленые и запеченные томаты ввела в свой рацион, очень мне понравились. И вот для меня такие сорта очень важны. Собранный товар высокотоварный, хорошо хранится и дозаривается, прекрасно переносится по терпевку, рекомендован для выращения в открытом грунте и временных укрытиях. Урожайность 5 кг с растения. Все, все, что здесь сказано, все подтвердилось. То, что они действительно все красивые, все ровные, товарный вид идеальный. То, что они тверденькие, да, как он хранится, я еще не могу сказать. Если они не успеют из-за жары все созреть, я, конечно, положу на хранение. Но нынче у нас в этом году с хранением такая проблема, что все зреет в открытом грунте на кустах. Обычно я в сентябре уже начиналась, когда сырая такая холодная погода, я снимала половину зелеными, там бурами и на дозаривание. А вот эти, даже поздно высаженные, они спеют все на кустах. Это, конечно, жара поспособствовало. И не знаю, для хранения достанется мне или нет. Вот такой разрез, и видно, что вот эта вот толстенькая, плотненькая, вот эта вот, как мясистая вот эта пленка, иногда разрежешь тоненькая, и одни семена. Сейчас еще разломлю, посмотрим мы, это, сахаристость на разломе, какой он. И в конце еще попробую. Он такой плотный, он даже не ломается. Но еле-еле разломила. Вот такой он на разломе. Его, конечно, раз он выведен для консервирования, для хранения, конечно, пробовать его смысла нет. У него шкура, видать, толстенная. Кстати, он на вкус вкусный. Но только шкурка хрустит, как пластмассовая. Вот прям как будто это, очень толстокожий. Это его плюс, я думаю. Постараюсь все-таки положить сколько-то на хранение. Сразу говорю, этот сорт для салатов будет не очень подходящий. Видите, шкурку обгрызла. Шкурка вообще не грызется, не кусается, не раскусывается даже. Это значит, что он будет, как в скафандре, непроницаемым. Все, ой, хотела сказать, до свидания. Это номер 524, Сибирский Гроздевой. Сейчас же посмотрите весеннее видео. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас, сегодня 17 мая, вот сейчас я хочу снять коротенькое-коротенькое видео по комментариям зрителей. Когда я вчера показывала вот эту вот, как на заваленке мы высадили, и назвала Сибирский Гроздевой, пришел комментарий. И я вот хочу донести до некоторых зрителей, особенно начинающих огородников, что каждый сорт хорош по-своему, и обычно он предназначен для чего-то конкретного. И вот, когда Валентина про Сибирский Гроздевой высказала такое мнение, что он сухой, все, я хочу вам напомнить, когда я в прошлом году или в позапрошлом, я в подвал для длительного хранения укладывала, и я всегда говорила, что есть сорта, которые специально на них указаны, что с повышенным содержанием сухих веществ, они именно хороши для вяленья, для запекания. Вот помните, я делала томаты запеченные по-провански, именно вот те, где много сухих веществ, они быстрее готовятся, и они вкуснее, они не теряют форму, потому что сочные томаты, которые для салатов, которые вот для еды в свежем виде, они обычно во время вяленья или во время сушки, во время сушки и вяленья они очень долго, неудобно с ними работать, во время запечения, вот запеченные по-провански, например, они, с них все высыхает, и ничего не остается, они, можно сказать, наполовину состоят из сока, а вот именно такие, как она описала, сухие, там, жилистые, прекрасны для вяленья, для запекания и для длительного хранения, это очень важно. Я когда в позапрошлом году показывала, и почти все сорта, которые хранятся очень длительно, они как раз вот такие, вот как сибирский гроздевой, хотя я его выращиваю впервые, но я уже примерно предполагаю, какой он будет. Это удлиненный плод такой, ну или пальчиковый, или перцевидный. Вот все рекордсмены длительного хранения у меня были такие. И помните, еще про казанова говорили, что он для еды суховат, но именно по этим же качествам, что он суховат, что в нем мало сока, а много сухих веществ, он хорош в консервации, и он хорош для длительного хранения, и он хорош, опять же, вот для запекания, я когда по-провански делала. Так что, если вам он не понравился на вкус, то определенно для чего-то другого он обязательно подойдет, этот сорт. И я хочу вам сказать, что для того, чтобы раскрыть сорт, нужно попробовать его во всех позициях. И так, и так, и так. Не понравился в еде, попробуйте сделать из него вяленые томаты, там какие-то для приправ, вот такие же запеченные. Ну, короче, вариантов очень много для каких-то, может быть, да, для зимнего хранения. Конечно, после длительного хранения томаты не очень, ну, не такого уж вкуса, как летом, но все равно, то, что они лежат долго, по месяцу и по два, бывает, что это самое главное, их достоинство. Вот это короткий ролик о сорте сибирский гроздевой. Сразу говорю, что я выращиваю его нынче впервые, и я его выбрала именно по таким качествам, что хочу попробовать его для вяления, для запекания и для длительного хранения. Возможно, это его самая главная фишка. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok